В понедельник вечером на улице Павла Морозова, где идут дорожные работы, в необычный инцидент попала молодая мать, которая везла в коляске ребенка. 21-летняя хабаровчанка переходила проезжую часть от торгового центра «Смайлмарт» на противоположную сторону дороги. Обувь девушки прилипла к битуму, который был разлит для укладки асфальта. Горожанка упала и при этом непроизвольно дернула коляску так, что лежащий в ней двухмесячный ребенок вывалился на асфальт. Получилось внезапно, ребенок у меня выпал. Я к нему, а я сама прилипла. У меня балетки прилипли, я босиком к нему, я сама прилипаю. Я даже к ребенку подойти не смогла. Переходила женщина тоже со мной дорогу, она мне помогла. Она мне прям ноги отрывает от этого бетона. Младенец громко кричал. Шок молодой мамы от этого только усиливался. Одежда обоих была перепачкана битумом. К счастью, он был не слишком горячим. На место происшествия вызвали бригаду медиков. После тщательного осмотра врачи успокоили Хабаровчанку. С малышом все в порядке. В аналогичную ситуацию могут попасть и другие жители микрорайона. В автомобильном движении задействована только половина дороги. Другая ее часть огорожена красно-белой лентой. Ввиду отсутствия альтернативы для перехода через проезжую часть, пешеходы ленту здесь сорвали. Я не спец по дорогам, как их нужно правильно ремонтировать. Насколько я вот видела, кусочками как-то они заливают, тут же засыпают и утрамбовывают. То есть не создаются такие вот масштабные работы. Они полностью все залили. А как людям переходить? Дорожники же уверены, пешеходы сами виноваты в своих неприятностях. Бегают в зоне ремонта и прилипают словно мухи. Вообще людям можно ходить? Ну как бы ходить-то можно, но аккуратно. А вы сами не привлекали к такой виду? Нет, я соляркой смазываю обувь. Укладка асфальта в этом районе будет продолжаться еще несколько дней. С места происшествия Полина Хромцова, Ольга Кошелева и Виталий Векслер.